Рад приветствовать всех, кто сегодня с нами и, так сказать, оффлайн и онлайн часть нашей аудитории. Мы когда составляли программу, эта тема показалась мне крайне интересной, так как действительно в ходе, казалось бы, обсуждений тех работ, тех исследований, абстрактов, выступлений, которые все мы читаем, и, как сказал Валерий Анатольевич, вроде все действительно видят одни и те же цифры и читают как бы одни и те же слова, как правило, на одном языке. Как правило, мы делаем разные выводы из того, что мы читаем. Такой, так сказать, дисклеймер, что вообще цель лечения пациентов с диссеминированным опухолевым процессом во многом это философский вопрос, да, то есть все люди разные, для всех людей важны в этой жизни разные вещи, и я ни в коем случае не претендую на некую истину в последней инстанции и неоспоримую заключение в данной лекции. Многие из этих умозаключений – это всего лишь приглашение к дальнейшей дискуссии. И многие исследования, которые будут приведены, они приводятся для примера, и обсуждение их результатов не призвано показать преимущество одного метода над другим. Итак, если мы живем в идеальном мире, по сути мы можем говорить, что у нас есть всего две цели лечения наших пациентов. Это или чтобы наши больные жили дольше, или чтобы они жили лучше. Все, баста. На самом деле других вариантов нет. И по итогам применения того или иного метода лечения мы можем достичь сразу обе этих цели. Это идеальная ситуация. Только одну из них, что часто бывает, например, препарат продлевает выживаемость, но естественно обладает неким токсическим потенциалом. Ну и все остальные варианты. И по мере того, как формировалась современная концепция доказательной медицины, и одновременно с этим у нас появляли, мы все больше и больше узнавали об онкологических заболеваниях, о том, как их лечить. И в какой момент пациенты с диссиминированным процессом стали жить гораздо дольше, чем как бы это было на заре появления лекарственного метода лечения новообразований. И поэтому еще в 1989 году Прентис выпустил публикацию, в рамках которой он постарался дать ответ, что такое суррогатная конечная почка. То есть, можем ли мы в каких-то ситуациях смотреть не на прямое увеличение, скажем, общеживаемости больных, а на некие другие аспекты лечения, которые тоже могут быть важными для нас, для наших пациентов, но которые нам проще выявить, мы это можем сделать быстрее. Потому что мы понимаем, что если мы ставим своей целью показать, что препарат улучшает общую выживаемость, это значит, что мы не пропускаем препарат, который может быть эффективен в рутинную клиническую практику. То есть, грубо говоря, те больные, которые уже здесь сейчас столкнулись с каким-то заболеванием, они ждут, пока в проводимом исследовании умрет достаточное количество пациентов, для того, чтобы мы поняли, можно препарат применять или нет. Это, на самом деле, основной недостаток такого эндпоинта, как общая выживаемость пациентов. Итак, в соответствии с тем, что предложил Прентис, для того, чтобы наш суррогатный эндпоинт был как бы ценным, он должен отвечать четырем основным позициям. Медослечение должен влиять на выживаемость и на оцениваемую суррогатную конечную точку. Достижение этой суррогатной конечной точки должно быть ассоциировано с выживаемостью. И влияние препарата или метод для лечения на выживаемость может быть выявлено при помощи оцениваемой суррогатной конечной точки. Ну, пожалуй, наиболее известный пример, в принципе, да, это выживаемость беспрогрессированная, то есть, которая буквально говорит, что окей, давайте мы не будем ждать, пока пациенты в исследовании умрут. Давайте посмотрим, как долго наш метод лечения позволяет контролировать у них опухолевый процесс и сдерживать эту болезнь. И в некоторых ситуациях такой подход оказывается полностью валидным, и мы знаем целый ряд ситуаций, я об этом позже буду говорить, что довольно часто длительный контроль болезни, то есть увеличение выживаемости беспрогрессирования, оно действительно приводит к увеличению продолжительности жизни больных, то есть к тому, что препарат оказывает влияние не только на суррогатную конечную точку, но он действительно делает так, что пациенты живут дольше, либо лучше. И, в общем-то, с отечением времени Евгений начало одобрять препараты на основании суррогатов относительно недавно, в начале 90-х годов ушедшего века, но на самом деле с того момента происходит лавинообразный рост одобрений, и большинство из них происходит именно на основе суррогатных конечных точек. Часть всего это выживаемость беспрогрессирования или вероятность объективного ответа на терапию. И, собственно, за прошедшие 4-5 лет 70 новых препаратов было одобрено на основе именно первичных конечных точек. Половина это были постоянные одобрения, и вторая половина так называемые ускоренные одобрения. То есть регулятор как бы выпускает препарат на рынок, но говорит, что ребята, вы должны провести подтверждающие исследования, что действительно работает. Так, в 2018 году FDA опубликовал свой гайд для индустрии, для фармкомпаний, которые проводят клинические исследования, и в рамках которого регуляторам было сказано, что какие конечные точки будут принимать внимание при рассмотрении регистрационного досье на препарат. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в силу различных причин именно североамериканский рынок лекарственных препаратов является приоритетным для большинства фармкомпаний, и одобрение FDA на самом деле конечная точка для большинства фармкомпаний. Большое население, большой рынок, большие финансовые возможности, неадекватная политика регулирования цен. Цены на лекарства в США и в Европе могут отличаться, собственно, в разы, и не в пользу, как бы, в смысле, и не подумайте, что в Европе что-либо стоит дороже, чем в США. Итак, в этом руководстве есть вот такая табличка, в котором отражено, ну, соответственно, верхние две строки, что общая выживаемость и так называемые patient reported outcomes, то есть те, ну, в нашей литературе это наиболее часто обозначается как оценка качества жизни, то есть пациентов, то есть те итоги лечения, которые, как бы, оцениваются самими пациентами, хотя это, на самом деле, такой очень скользкий момент в проведении клинических исследований, хотя мы говорим о том, и Евгений, в принципе, это поддерживает, что наравне с общей выживаемостью, качеством жизни, это, по идее, такая же очень важная конечная точка в реальности. Ее оценка сопряжена с огромным субъективизмом, потому что я думаю, что все, кто сталкивался с клиническими исследованиями, знают, как выглядят эти опросники, как выглядит процесс их заполнения, и часто в этом процессе есть большая доля непонимания и со стороны врачей, зачем нам это делать, и, на самом деле, и со стороны пациентов. Ну, я там пришел, пришла на лечение, зачем мне вот это вот заполнять этот опросник, тем более, что, на самом деле, многие из них в себя включают десятки самых разных вопросов, на которые пациенту, особенно если это не пациентом с ЭКОГом 0,1, да, а пациент, который, ну, действительно, он нуждается в том числе в симптоматическом эффекте химиотерапии или какого-либо другого лечения, процесс заполнения этих опросников может встречать известную долю недопонимания. Кроме того, есть целый ряд моментов, которые связаны с тем, что, хорошо, мы можем выявить там некую среднюю разницу в средних баллах, которые мы видим при заполнении опросников, но что это означает в реальности, какой уровень различий считать клинически значим, на что вообще ориентироваться. На многие те вопросы пока что ответа нет, и именно поэтому я решил в этой лекции этого не касаться, потому что, в общем-то, это тема для отдельной дискуссии. Итак, общая выживаемость как наша основная цель и ее улучшение, но также Евгения указывает на то, что у нас есть ряд суррогатов, таких как безрецидивная выживаемость для адювантных исследований или выживаемость беспрогрессирования, ну, что, по сути, то же самое только для пациентов с дефиминированным опухолевым процессом. Это чистота объективного ответа, чистота полного ответа и некоторые другие аспекты. Частота объективного ответа – это самая быстро достижимая конечная точка, у нее есть ряд преимуществ. Это маркер, который, пожалуй, наиболее активно используется на этапе ранней разработки лекарственных препаратов, который нам позволяет быстро оценить, а вообще есть смысл вкладывать время, ресурсы в дальнейшую разработку этого препарата или нет. Кроме того, это может быть единственной доступной опцией для оценки эффективности или перспективности изучения терапии для редких заболеваний. Например, если мы задали целью отдельно изучить эффективность химиотерапии при опухолях с сертовой ледик, которых 0,1% всех опухолевичников, понятное дело, что рандомизированные исследования с использованием общей выживаемости в такой опуляции привести невозможно. Оно будет идти десятки лет, потребует невероятного количества финансовых ресурсов и, скорее всего, станет неактуальным еще на заре своего проведения. И эта конечная точка дает многим нашим пациентам доступ к потенциально эффективным методам лечения, которые можно очень быстро выявить. Но недостатки, на самом деле, они довольно часто перевешивают потенциальные преимущества, то, что, к сожалению, непосредственная эффективность на терапии, то есть вероятность ответа, уменьшение опухоли, это далеко не всегда коррелирует с чем-либо еще. И, в принципе, к сожалению, в большинстве случаев мы видим, что, да, окей, препарат повышает чисто объективного ответа, он нам позволяет добиться того, чтобы опухольную массу у пациента стало меньше, но, в принципе, на этом все. И за редким исключением, как бы, ни для нас, ни для пациентов это, естественно, не является самоцелью лечения. К сожалению, чисто объективного ответа по данным многочисленных анализов очень плохо коррелирует как с общей выживаемостью, так и с выживаемостью без прогрессирования. Кроме того, есть такая интересная вещь, как стабилизация опухолевого процесса, которая в сочетании с чистотой объективного ответа формирует такую интересную химеру, которая, например, обозначается как чистота достижения контроля болезни. В принципе, это довольно часто приходится видеть в исследованиях. Ну, что такое стабилизация? Мы все исследования сейчас проводятся, практически все используем критерии африциста или небольшой модификацией арицист для иммуно-онкологических препаратов либо комбинации. Ну, собственно, стабилизация – это либо небольшое увеличение опухолевого, до 20%, или ее столь же небольшое уменьшение – до 30%. И в многих исследованиях мы видим, что у большого количества больных есть стабилизация опухолевого процесса. И как это трактовать, как правило, непонятно. На самом деле, в этом плане, конечно, очень сильно помогают так называемые waterfall-плоты, которые добросовестные исследователи не забывают включать в свои статьи, которые позволяют нам получить ответ на вопрос, а эта стабилизация – это, собственно, что? Это пациенты, которые каким-то образом все-таки реагируют на терапию, или это просто пациенты с достаточно индолентным течением опухолевого процесса, которые, ну, на самом деле их лечат исследуемым препаратом. Они в процессе лечения прогрессируют, он им не помогает. Ну, просто в силу биологии болезни это прогрессирование происходит не настолько быстро, да, чтобы мы при проведении контроля сказали, что вот это прогрессировано. То есть такая вот достаточно интересная химера, к которой нужно относиться с еще большей осторожностью, чем к объективному ответу. Хотя в некоторых ситуациях, ну, наверное, наиболее известный пример – это иммунотерапия при MSI-хай опухоли, да, это, если это не кино, это 158-е. Очень много разных болезней, которые были смешаны в одну кучу. И все эти больные, у которых не было эффективных опций системной терапии, получали иммунотерапию пембролизумабом. И использование такого суррогата в данном случае стало поводом для регистрации пембролизумаба для любых MSI-позитивных опухолей, в чем, ну, наверное, все-таки есть позитив, то есть, потому что многие больные благодаря этому получили ранний доступ к эффективной терапии, хотя, конечно, у этого есть как бы и обратная сторона, потому что сейчас мы понимаем, что на самом деле, наверное, не все пациенты с высоким уровнем микрослитной нестабильности действительно являются хорошими кандидатами для проведения такого метода лечения, как иммунотерапия. Выживаемость без прогрессирования, по сути, вещь, связанная с частотой объективного ответа, но как бы, если можно сказать, растянутого времени. Преимущество использования этого инпоинта, что он учитывает длительность контроля заболевания, опять же, он ускоряет процесс проведения исследований, снижая их стоимость и количество пациентов, которое необходимо для того, чтобы понять, работает препарат или нет. И, что также важно, выживаемость без прогрессирования не зависит от такой специфической вещи, как кроссовер, то есть от того, что пациент не получает этот препарат сейчас, но получает, например, его в последующих линиях терапия или влиянию какого-либо другого вида последующего лечения. Недостатка, опять же, выживаемость без прогрессирования может не коррелировать, к сожалению. И, на самом деле, очень часто это именно так и происходит с общей выживаемостью, с продолжительностью жизни пациентов. И данный эндпоинт подвержен искажениям вследствие предвзятости при анализе, хотя в целом выбор выживаемости без прогрессирования как первичной конечной точки, конечно, является более безопасным для фармкомпании, потому что те исследования, которые заявляют в качестве своей первичной конечной точки выживаемости без прогрессирования, гораздо чаще оказываются позитивными, чем те работы, которые ставят более амбициозные цели сразу показать, что наш препарат увеличивает и общую выживаемость пациентов тоже. В целом, грубо говоря, есть те болезни, при которых выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость достаточно тесно коррелируют между собой, а есть те болезни, где такой корреляции не наблюдается. И, в принципе, когда мы анализируем те или иные результаты, мы на самом деле это тоже должны учитывать. Иногда можно просто, что называется, посмотреть назад и задуматься над вопросом, а до этого вообще при такой же болезни в других исследованиях, насколько часто оказывалось так, что увеличение в исследовании выживаемости без прогрессирования в итоге привело к увеличению общей выживаемости пациентов. Пример, о котором я сегодня уже говорил на утренней сессии, это, конечно, BVC-Zoomab при диссиминирном раке молочной железы. 2007 год. Позитивный результат. Пример, это практически двукратное увеличение вживаемости без прогрессирования. Хазотреш 0,6, там, P меньше 0,001. Отличные данные. Евгей одобряет препарат по процедуре ускоренного одобрения. Ну, собственно, практически мир бросается лечить этих пациенток BVC-Zoomab. Компания-производитель, наверное, успевает заработать один, а может не один миллиард долларов. Мы выясняем, что при последующих исследованиях, что, к сожалению, препарат не влияет на общую выживаемость. Да и в целом, по данным других работ, влияние на выживаемость без прогрессирования гораздо более скромное. То есть делаем метаанализ, понимаем, что исследование не работает. Евгей говорит ой и отзывает одобрение препарата. Правда, это произошло только на территории одной отдельной страны, в США. Что ИМАИ, что наше доблестное Министерство здравоохранения аналогичных решений не приняло. И, в принципе, если есть желающие, то по настоящее время, в принципе, можно лечить рак молочной железы, биваться зумабом и, в принципе, даже рассказывать, почему эта тактика корректна. И еще один очень интересный аспект безрецидивной выживаемости, ну, как и говорил, аналога, по сути, выживаемости без прогрессирования для адъювантных исследований, которые тоже очень часто используются как первичная конечная точка. И, в принципе, здесь это, на самом деле, во многом рационально. Ну, мы понимаем, что, как правило, больные, которые принимают участие в адъювантных исследованиях, они живут реально очень долго. И ждать там 20 лет, пока произойдет достаточное количество событий, ну, это нерационально по очень многим причинам. Но здесь просто можно сказать, что есть те заболевания, при которых выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость тесно коррелируют между собой, а есть те заболевания, при которых такой корреляции не наблюдается. Ну, например, как рак морочной железы, рак почки. Я думаю, Илья Анатольевич, у нас согласится, что при раке прожелудочной железы, как правило, такая корреляция есть. Ну, то есть, в принципе, мы говорим о том, что если для заболевания есть много эффективных возможностей последующей системной терапии, то, наверное, в большинстве случаев более агрессивный подход в качестве адъювантного лечения не позволит привести к увеличению общей железы больных. А в тех же ситуациях, когда пациента лечить особо нечем, мы можем как бы ожидать от раннего использования, от адъювантной терапии гораздо большей результативности, чем в первом варианте. Как я говорил, реакция Евгей на эту проблему была, что бивоцезумаб препарат, бивоцезумаб свое одобрение потерял, хотя, в принципе, есть ряд других заболеваний, тот же, например, рак яичников, где, в общем-то, бивоцезумаб до сих пор есть в первой линии терапии, хотя, в принципе, если сопоставить ту эффективность применения этого препарата при раке молочной железы, где Евгей рубанул шашкой и опруф забрал, и при раке яичников, то на самом деле можно увидеть, что история, в принципе, пошла по одному пути, я тоже об этом чуть позже скажу. Итак, общая выживаемость – это текущий золотой стандарт оценки эффективности терапии, который позволяет достоверно оценить эффективность изучаемого препарата. И именно эта, конечно, точка подвержена наименьшему риску ускажений при проведении исследований вследствие предвзятости анализа. Проходит время, по исчению которого пациент либо жив, либо нет. И здесь уже как-то опухоль не меряет, в принципе, итог будет один. Но, конечно, главный деценток – это увеличение стоимости исследований и их длительности. И, возможно, вследствие это и итоговая стоимость препарата, потому что, понятное дело, когда компания проводит исследование, она вкладывает в ее проведение довольно большие деньги и, естественно, хочет эти средства, что называется, отбить. Ну и дальнейшая логическая цепочка выглядит таким образом, что чем более узкая популяция, в которой этот препарат изучается, тем сложнее провести это исследование, тем сложнее найти этих больных, тем больше нужно ресурсов потратить на его изучение. И особенно много их потратить нужно, если та разница в выживаемости, в принципе, она не очень большая. Последующие линии терапии, о чем я уже говорил, могут влиять на итоги оценки общей выживаемости, как в конечной точке и есть риски потери эффекта вследствие так называемого кроссовера. Пожалуй, самой известной иллюстрацией этой проблемы является такой многострадальный препарат, как тивозонид. В 2012 году Джоранов клиника онкология, это третья фаза, рандомизированные исследования, больше 500 больных, это диссиминированный рак почки, первая линия терапии. Первичная, конечно, точка выживаемость без прогрессирования и, в принципе, все красиво, хаза треша 0,79, достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования по сравнению с рейфинибом. И, в принципе, можно сразу сказать, что на самом деле вот эта вот дельта, она была примерно такая же, как была для сунитиниба, который прекрасно зарегистрировал для паза паниба, но вторичная, конечная точка, общая выживаемость, которая, к сожалению, выглядела вот так. Хаза треша 1,24, вследствие чего FDA отказал этому препарату в одобрении, и, в принципе, практически на 8 лет к нему какой-либо интерес пропал. В чем, казалось бы, фокус? Фокус в том, что компания совершила практически стратегическую ошибку, проводя это исследование, одновременно шло две работы. Это и еще одно, которое было посвящено оценке эффективности тивазониба у тех больных, которые уже запрогрессировали после терапии с рейфинибом. 10 лет назад рак почки, особенно, скажем так, в развивающих странах лечить было особо нечем. И, как водится, в центрах, которые участвовали в обоих исследованиях, в принципе, это были те же самые центры. Что получилось? А получилось так, что большинство больных, которые были рандомизированы в группу с рейфиниба, 61%, впоследствии получили терапию тивазонибом. А вот среди тех больных, которые были рандомизированы в группу с рейфинибом, вообще какое-либо лечение, последующее второй линии, получило только 25% пациентов. То есть мы с очень высокой вероятностью можем говорить, что, к сожалению, такие различия были связаны именно с этим. Но 2012 год, как вы видели в примере с бивоцинобом, в то время Эвгей гораздо более ревностно относилась к общей выживаемости как к конечной точке, поэтому тивазониб фактически на 9 лет пропал. И только или в начале этого года, или в прошлом году по итогам другого исследования Эвгей все-таки его одобрило в качестве третьей или четвертой линии терапии для рака почка. То есть, наверное, это не совсем то, на что возлагал свои надежды производитель этого многострадального препарата. Другой пример. Это, наверное, многим хорошо известное исследование третьей фазы пола. Рак поджелудочной железы, да, то есть как раз тот пример, когда больных на самом деле лечить особо нечем. Плацебо контролируемое исследование, трик-двум рандомизация, в группу аллопариба или в группу плацебо. Первичная конечная точка – выживаемость без прогрессирования. Достигнуто все красиво. Хазотреши 0,53 и двукратное увеличение медианы выживаемости без прогрессирования, но вот при оценке общей выживаемости досада какая, не было выявлено различий. Должно говориться, что это, правда, результаты первого анализа, когда не было необходимого количества событий, но при проведении финального анализа, в принципе, ничего на самом деле не изменились, поэтому я решил презентацию не перегружать этим делом. И, конечно, большой интерес. Опять-таки, представляю то, а почему, собственно, так получилось двукратное влечение выживаемости без прогрессирования. Могло же получиться. Может быть, это кроссовер. Но да нет, не кроссовер. Что лопариб, что какие-либо другие парпингибиторы среди тех больных, которые получали пластовый, получило очень небольшое количество пациенток. И, к сожалению, явно этим объяснить такие различия нельзя. Но интересно это работает на самом деле не только этим. Потому что, естественно, когда компания вложила некоторое количество средств в изучении препарата, ей очень хочется думать, ну и чтобы остальные так думали, что это действительно хороший, работающий, помогающий препарат, что пациентов нужно очень активно тестировать. И выявленным больным нужно очень активно назначать лопариб. Поэтому дальше начались фокусы. Стали появляться там сообщения, что вот на самом деле у кривой-то есть хвост, и через три года вдвое больше больных в группе лопариба были живы, чем в группе пластово. Хотя если внимательно посмотреть, этот шикарный вывод основан только на 22 пациентах. И на самом деле происходит такая некая подмена понятий, что более активное внимание начинает привлекаться не к общей желаемости пациента, который не улучшает сатам. Ну давайте мы посмотрим PFS-2. Это не время для прогрессирования, а вот пациентка запрогрессировала, и время до следующего прогрессирования. Ну посмотрите, ну его же он тоже увеличил. Но в конечном итоге пациент с диссиминированным раком производственной железы, который получает стандартную химиотерапию, к сожалению, живет одинаково, что с лопарибом, что без лопариба. И поэтому, возможно, это не совсем то, что нам нужно, а это слайд просто в иллюстрацию этой точки зрения, что выводы из исследования выглядят именно так. Это вот то, что было представлено на конгрессе АСКО-ДЖАЙ, что хотя препарат и не влияет на общую выживаемость, но это не так важно, потому что он же увеличивает выживаемость без прогрессирования, и через три года там вдвое больше больных остается с лопарибом, и ПФС-2 он увеличивает, и вообще, в принципе, отличный препарат, пользуйтесь. Есть другие варианты, когда, опять же, многострадальный биоцезумаб, который, например, при раке яичников изучался, ну, пожалуй, во всех возможных опциях терапии в первой линии, при платно-чувственных рецидивах, при платно-чувственных рецидивах в комбинации с пакстатилом караплатином, геностабином караплатином, при платино-резистентных рецидивах в комбинации с всем чем угодно, И, к сожалению, ни в одном из этих исследований достоверное увеличение медианы общей выживаемости получено также не было. Хотя, проведя еще один дополнительный анализ, авторы исследований показали, что важно, чтобы пациентка получила бивоцезумаб хотя бы на каком-то этапе своего лечения. Может быть, не в первой линии, а во второй или в третьей, ну или хотя бы при платинерезистентном рецидиве. Ну вот, наверное, такая позиция, она все-таки близка к истине, но что это значит для нас, как для врачей? Это означает очень простую вещь, что в принципе препарат для лечения рака личников неплохой. Просто не нужно торопиться его назначать, он почти наверняка не нужен в первой линии. Возможно, он нужен пациентам с платинерезистентными рецидивами и наверняка нужен тем больным, у которых рецидивы так называемые платинерезистентные, если больная его до этого не получала. Ну, или даже если получала. Может, может, и так. Еще один вариант, пожалуй, один из моих любимых примеров, на самом деле в ходе дискуссии, над которым и появилась в целом тема этой лекции, это такой замечательный и высокоэффективный препарат, как трабектигин. Это препарат с интересной историей и интересным способом его открытия, но суд не в этом. В принципе, у препарата сейчас есть два основных показания, ну, по крайней мере, в нашей стране. Это лечение рака яичников и лечение сырком мягких тканей. И с лечением рака яичников, в принципе, все понятно. Там минимальный бенефит по ПФС, никого выявления на общую вживаемость, с ценой, ну, скажем так, довольно-таки существенной токсичности, о которой, говоря о которой, один из моих коллег сказал, вот, ну, цитируя слова пациента, буквально следующее, что вот, слушайте, вы меня лечите, и по КТ мне все лучше и лучше, а чувствую себя все хуже и хуже, давайте больше не будем. Но второе показание к его использованию – это сырком мягких тканей, где тоже, в принципе, очень активная точка зрения есть, что, ну, это орфанное заболевание, их особо нечем лечить, давайте лечить хотя бы этим. Но если мы посмотрим на результаты исследований, то можно увидеть весьма интересные вещи. Итак, это исследование третьей фазы, 16-й год, 5 лет назад, в журнале клиника онкология, больные с диссиминированной сарковой мягких тканей, которые раньше уже получили стандартную химиотерапию, тробектидин или дакарбазин. Дакарбазин, сразу скажу, не самый эффективный препарат, в принципе, для категории больных. Общая выживаемость как первичная конечная точка, то есть, в принципе, авторы исследования сразу как бы замахнулись на то, чтобы показать, что эти больные будут жить дольше, если лечить тробектидин. Исследование, в общем-то, обладало неплохой мощностью практически 500 больных. Но, к сожалению, какого-либо увеличения общей выживаемости отмечено не было. Примерно 12,5 месяцев медиана общей выживаемости в обеих группах. Зато при анализе вторичной конечной точки 2,8 месяцев разница в пользу медианы выживаемости без прогрессирования. И на основании этого во многих странах, в том числе и в России, препарат был одобрен для лечения саркоми и ткани, что вот это профанное заболевание, хоть какая-то опция. Но, опять же, если мы... Так, это обновленные данные по общей выживаемости. Опять же, если мы посмотрим на последующую терапию, то есть, ну, может быть, здесь та же история, что с кивазонивом произошла. Может быть, ну, больных нечем лечить. Сейчас, да, они получили декорбозин, потом просто вместо него они получали тробектидин. И, может быть, поэтому, ну, нет, 3% больных в группе декорбозина потом когда-либо вообще получила терапию исследуемый препарат. И это выглядит особенно замечательно в контексте того, что в этом году были доложены результаты другого, среди третьей фазы, правда, меньшего, здесь всего 100 больных, в рамках которого проводилось сравнение тробектидина и БЭСа против КЭЭ. То есть, говоря по-русски, тробектидин либо ничего. То есть, мы пациентам либо пациентам не проводим активной противопокотерапией и занимаемся только контролем симптомов, либо мы его лечим тробектидином. И были получены крайне впечатляющие полтора месяца разницы в медиане выживаемости без прогрессирования, правда, с хатастроэшен 0,39, но, опять же, никакой разницы в общей выживаемости на фоне использования тробектидина отмечено не было. То есть, мы говорим о том, что тробектидин даже не улучшает выживаемость по сравнению с ничего. Ее, конечно, очень интересно, как доктора, которые этот препарат используют, ведут с пациентами беседу о целях такого лечения, принимая внимание на то, что профиль безопасности препарата, скажем так, далек от витамина D, аспирина или аскорбиновой кислоты. Один из других очень неплохих примеров, почему общая выживаемость, это все-таки для нас очень важна, она, правда, из, скажем так, оба свидетельности наших коллег-гематологов, но мне это показалось очень впечатляющим. Это рандомизированные исследования третьей фазы, би-линия, множественная миелома. Все пациенты получали химиотерапию бортезомибом и вне токлаксом, практически 300 пациентов, первичная конечная точка выживаемости без прогрессирования и, в принципе, позитивные результаты, хазотрейши 0,63, и различия имели достоверность с точки зрения статистики, и при этом произошло практически удвоение медианы выживаемости без прогрессирования. Но когда был проведен анализ церковь зрения общей выживаемости, можно тоже заметить, что кривые, в принципе, значимо разошлись. И разница между группой сравнения и группой вне токлакса была действительно очень большая, но обратите внимание, что сверху находится кривая плацебо. То есть, в действительности, добавление вне токлакса к терапии бортезомибом и дексиметазоном повышало риск смерти этих пациентов вдвое. Вот это, к счастью, все-таки вызвало негативную реакцию FDA, и по решению регулятора после этого нефинального анализа, кстати, исследование было досрочно прекращено. Итак, как мы можем интерпретировать отсутствие влияния терапии на общую выживаемость больных? Это может происходить вследствие разных причин, но первое, о чем мы должны думать, когда мы видим результаты исследований, когда у нас есть очень позитивные респонсориты или вживаемость беспрогрессированная, это о том, что препарат действительно не влияет на общую выживаемость. То есть именно это должно быть нашей нулевой гипотезой. Возможно другие варианты? Конечно, возможно. Если исследование было спланировано, чтобы показать различия в выживаемости без прогрессирования, может просто не быть достаточное количество событий для проведения анализа, чтобы уловить эту разницу в общей выживаемости, особенно если она небольшая. Влияние может быть скрыто за счет последующего применения того же препарата, кроссовера так называемого, или использования других препаратов того же класса, или новых препаратов, чего-либо еще, или, например, вследствие того, что некоторые пациенты после получения нового лечения не могут получить никакой терапии в принципе. Есть много разных причин. Но первое, о чем мы должны думать, что препарат действительно не влияет на общую выживаемость наших больных. И последнее, что я хотел бы обсудить в ходе сегодняшней лекции, это совершенно замечательный, который я всем сердцем люблю, подрубовый анализ из исследования STEMPID. Кто не знает, это очень большое мультиплатформенное исследование по изучению различных вариантов терапии рака предстательной железы. Там очень большое количество групп, постоянно открываются какие-то новые группы. В принципе, мы получили очень много результатов в ходе этой работы. Но в 2017 году ребята, которые занимаются этим исследованием, они посвятили свое внимание другому вопросу. Насколько валидными могут быть результаты подрубовых анализов, на которые мы очень часто ориентируемся. Кстати, в тех ситуациях, когда мы, допустим, не видим разницы с точки зрения выживаемости больных, но давайте посмотрим по группе, может быть, там кто-то будет. И авторы этой работы посмотрели эффективность такого препарата, как абиратерон, в зависимости от самых различных факторов, а включая важные моменты, таких как наличие или отсутствие доказанных отдаленных метастазов, а также от других, возможно, менее клинически релевантных моментов, таких как, например, в какой день недели пациент был рожден, или в какой день недели пациенту поставили диагноз. И получилось то, что абиратерон не работает, например, практически у больных, которым был поставлен диагноз в понедельник. Зато, наоборот, если пациент родился в понедельник, то абиратерон обладает практически потрясающей эффективностью и, можно сказать, воскрешает мертвых. Естественно, это исследование, оно носит характер, скорее, юмористический, но на самом деле это действительно очень актуальная проблема, и в целом это подчеркивается еще тем фактом, что обликованно было не где-либо, а в журнале «Analysis of Oncology», одного из самых высоко цитируемых журналов в онкологическом мире. Спасибо за внимание. Если есть вопросы или желающие подискупировать, я с удовольствием на них отвечу.